Телефонные мошенники сменили схему развода. Теперь жертвам они представляются полицейскими. Вот последний случай. Жительница Наринмара позвонил якобы правоохранитель и сообщил, что ее сын совершил серьезное ДТП. Чтобы молодой человек не попал за решетку, необходимо перевести 470 тысяч рублей. Доверчивая женщина поверила и подарила аферистам почти полмиллиона. Впрочем, верят мошенникам все же не все. Печальная статистика. В прошлом году жители региона на счета аферистов перевели 6 миллионов 597 тысяч рублей. Мошенниками совершено 67 преступлений. В этом году уже зарегистрировано 26. Пять из них в марте, но все граждане проявили бдительность и не стали разговаривать с шулерами. Они представлялись либо сотрудниками полиции, которые просили перевести деньги для освобождения их детей из-под стражи, либо представлялись самими детьми, которые попали в беду и просят перевести денежные средства, чтобы уладить конфликт. Данные граждане, большинство граждан, которые обращались к нам в УВД, прерывали разговор с мошенниками и перезванивали непосредственно на телефон своих родственников. Еще один распространенный вид мошенничества – СМС-сообщение. В конце февраля Светлане Карельская на мобильный телефон пришло подозрительное СМС. Мол, с ее банковской карты сняли 16 тысяч рублей. Женщина сразу поняла, ее пытаются обмануть. Светлана незамедлительно обратилась в отделение банка. Подошла к консультанту, которая мне сказала, что такие СМС-ки многим приходят, что это, возможно, какой-то вирус. И меня отправили в МТС. Я пошла в МТС, там тоже сказали, что да, это вирус, и вам лучше закрыть мобильный банк. Я вернулась снова в мобильный банк. Мне консультант сказал, что не надо ничего, закрывать никакой мобильный банк, ничего этого делать не надо. Просто не реагирует на эти СМС-сообщения. Мошенники работают и в интернете. Люди часто покупают товар через всемирную паутину и переводят за него предоплату. После аферисты исчезают. Полицейские снова предупреждают. Не верьте сомнительным телефонным звонкам, СМС-сообщениям и привлекательной рекламе в сети интернет.